В Беларусь пришли неустойчивые воздушные массы с акватории Балтийского моря. Именно они определили погоду на завтра. Небо затянут облака, впрочем, пару раз выглянет солнце. Пройдут обильные дожди, местами прогремят грозы. Умеренный северо-западный ветер во время осадков станет порывистым. Температура воздуха в светлое время суток поднимется до 17-22 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет лишь 10-15 со знаком «плюс». Календарная осень уже не за горами. Воздух пахнет мокрым асфальтом, небо затянули свинцовые тучи. Похоже, настала пора менять гардероб и доставать теплые вещи. На побережье американского штата Луизиана бушует ураган Лора. Порывы ветра там достигают 66 метров в секунду. Стихии присвоили четвертую категорию опасности. Шторм способен разрушить крепкие дома. Целые районы могут оказаться непригодными для проживания. Сотни тысяч местных жителей уже остались без света. Ожидается появление смерча. А в Аргентине продолжаются крупные лесные пожары. Только за последнюю неделю было зафиксировано свыше 6 тысяч возгораний. Причиной называют сухую и ветреную погоду. Огонь охватил пастбище и горные территории. Пострадали линии электропередач. Ухудшилось качество воздуха. Власти перекрывают крупные дороги и автомагистрали. Завтра город на Березине накроют грозовые облака. Солнца можно так и не дождаться. Дожди прогнозируют в течение всей пятницы. Порывы ветра будут достигать 6 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Ночью похолодает до 11 со знаком плюс. Мария Бушкевич, Павел Зуев, Бобруйск, 360.